Доброго здравия, мои дорогие! Готовы ли вы обриски что-то важное сегодня? Что-то важное и что-то нужное. Всем доброго здравия! Ну что ж, сегодня у нас четвёртое занятие по оберегам и амулетам и первое в курсе чары обретения. Таким образом у нас разделена программа, вы это прекрасно знаете. Ну что ж, начинаем. Ну сейчас, мои дорогие, я обещала вам проверку. Ну, мы с вами сейчас посмотрим на символы, на подвесках, символы, которые хорошо бы использовать в ваших оберегах, амулетах, коноках на обретение. Я выбрала самые прекрасные. И сейчас устроим маленький экзамен. Готовы? Поставьте мне плюсики, если вы готовы немножко повспоминать названия самых прекрасных символов, обращённых к Богам Прали. Отлично, отлично. Отлично. Начну с самого простого вопроса. Как называется вот этот символ? Очень часто используется на вышивках знакомый, прекрасный символ. Как называется? Угу. Угу. Так, так, ещё варианты, пожалуйста. Не сняйтесь. Пишите всё, что вам кажется верным. Повторение, мать, учение. Итак, правильный ответ. Он был прямо первым написан. Это роженица. Или иначе её называют берегиня. А вот это знак лёльник. Вот этот знак очень часто используется на домовой резьбе, совершенно традиционный. Ну, немножко здесь стилизованный под графику, конечно. Но в домовой резьбе мы видим очень часто такие знаки. На славянских резах рода этим знаком владеет агидель. А как же называется этот знак в традиции? Как называется этот знак? Мне удалось вас озадачить. Ну, что? Ну, рискните. Ну, как называется знак воды? Как мы говорим? Разверзлись. Нет, агидель водится. Хляби небесные. Вот. Вот, Марине, благодарность. Разверзлись хляби небесные. Вот этот знак, который очень часто используется на домовой резьбе, называется хляби небесные. Так. Прекрасно. Давайте с другого конца зайдём. Мне кажется, в целом у нас очень неплохо получается. Как называется вот этот знак? Соединение двух знаков. Вот такого и вот такого. Как называется этот знак? Так, так. Давайте варианты. Не стесняйтесь. Что вы? Пользуйтесь случаем. Давайте неверные варианты. Это тоже хорошо. Так. Ну, буду ждать ещё одного ответа. Кто? Кто смелый? Ну что ж, у нас есть два отличника. Этот знак действительно называется светоч. Второе название – светоид. Светоч-светоид. Он состоит из двух знаков. Вот здесь вот они отдельно. Вот этот вот сюда ножками, а вот этот вот сюда. Вот это знак чей? Чей это знак? Очень важный. Так. Так, 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 так. Вы знаете, что у нас в Северной Казани регулярно проводятся экзамены по знакам. И тем, кто отвечает правильно, вы даете шоколадки. Я жалею, что мы не рядом с вами. Я бы многим из вас дула шоколадки. Вы молодцы. Вот. Правильный ответ. Это ладенец. Дарья пишет крест вады. Это тоже правильно. А лёльник? Вот лёльник. Вот это лёльник. А это – это ладенец. И вот знак в светоче – ладенец вот здесь. А вот здесь второй знак, который объединяется с ним. Вот светояру. Светояру при случае шоколадка. Потому что это калиде. Посмотрите. Тут очень важно. Вот смотрите, как идёт вот этот знак. Тут даже другой возьмём карандаш. Он вот сюда крутится. Видите, хвостики развиваются по ветру. Он развивается, он крутится по салоне. Мужская сила – по салоне. А вот ладенец, он такой же. Ну, как бы наоборот. Ну, он крутится сюда, у него развиваются хвостики сюда. Противо салоне крутится. Это – это женская сила. Вот. Теперь вы будете знать, какие знаки надо использовать на своих амулетах на обретении. Вы же будете делать заговор, обряд. Мы сейчас будем его смотреть. И нужно выбрать правильный символ. Вот это вот очень прекрасные знаки именно амулетов на обретение. Ну, вот, чтобы вас не мучить, вашу память. Вот эти вот два знака. Они очень похожи. Они как бы наоборот. Вот этот. Первый – это перунов цвет. А второй – симметричный. Это Адалинтрова. Но все-таки, вот, это громовник перуна. Но все-таки я хочу у вас спросить о трех очень важных моментах, очень важных облегах. Как называется? Вот что вот это за знак? Напишите мне, пожалуйста. Чей знак? Чей знак? Чей знак? Чей вот это знак? Напишите, напишите. Неужели не узнаете? Знаете же. Давайте, давайте. У нас сегодня такая встреча проверочная. Вот. Прекрасно. Есть прекрасные ответы. Вообще, это знак богини Макоши. Как вам известно, есть разные знаки. Есть знак Мать-Сыра-Земля. Это поле. Когда на вышивках рисуют, вот, собственно говоря, прямоугольник с точками, это Мать-Сыра-Земля, это поле. А Макоши – это более древний такой знак, сохранившийся. Он не равен богине Мать-Сыра-Земля. Макоши – это богиня чародейства и богиня судьбы. В XVI веке культ слился, и до сих пор идет вот этот хвост смешений. Между тем, богиня судьбы и чародейства имеет вот этот знак. И, как вы правильно некоторые написали, благодарю вас, он называется Родовик. Родовик. Вот. И еще одно важное знание, почти подзабытое. Вот этот знак. Омчей. Знак Рода. Знак Рода. Прекрасный. Да, это, конечно, трудно не запомнить. Творец, создавший наши миры, нашу Родину, бог Род. А теперь вопрос потруднее. У этого знака тоже есть свое имя. Кто знает название этого знака? У знака есть название, и знак обращен к какому-то божеству. Как называется знак, обращенный к Богу Рода? Нет, не коники. Нет, не Родик. Родик, вот. Он в другую сторону крутится. Не буду вас мучить, потому что я обнаружила, к своему удивлению, что очень мало известно название этого знака. Он называется Сваор. Я бы черненький написать напишу. С-ва. Не там пишу, но вот на знаке Сваор. Сваор. Так называется знак оборота. Вот этот. Надеюсь, что вы сейчас узнали чего-то новенького. Потому что проследите вот эту вещь. Вы свое чаяние обдумываете, вы пишете, вы вдыхаете силу своего чаяния. Вы спрашиваете Богов, возможно ли провести обряд. Вы получаете разрешение. Вы делаете этот обряд и делаете как надо. И даже если ваше чаяние нужно время, вы живете этим чаянием. Вы три дня каждый день оживляете свое чаяние. Вы носите оберег с собой или амулет в нужное время. Вы знаете, если все вы сделаете правильно, то так или иначе, рано или поздно, ваше желание, конечно же, исполнится. То есть на всякий случай я сообщаю вам, что желание может не исполниться. Но если вы сделаете все правильно, я думаю, что ваш амулет и ваш оберег на обретение принесет вам исполнение чаяния, сможет исполнить вашу мечту. Я желаю вам исполнения ваших чаяний. Я надеюсь, что после того, как мы с вами посмотрели еще раз эти обряды и посмотрели то, как оно делается, для нас это уже становится достаточно привычным, общение с богами, обряды с богами. И тут самое главное — вы. То есть с какой силой, с какой чаянием, с каким настроением, как правильно вы обратитесь и будете обращаться со своими чародельными вещами, так оно вам и откликнется. Я надеюсь, заканчивая эту тему оберегов и амулетов, я надеюсь, что я дала вам достаточно сведений для того, чтобы вы могли сделать защитные обереги, очистительные и оберег на исполнение чаяния или амулетов. Если у вас будут вопросы, задавайте их в нашей учебной группе. А сегодня я с вами уже прощаюсь. Давайте славить наших родных богов, обращать к ним наши чаяния. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы, живущие в одном мире, такие же родные тем и другим мирам. Мы связаны с ними и имеем право и силу просить их о своих чаяниях. И всё это зовётся макией, всё это зовётся северным чародейством. Помните о своих корнях, помните о том, что наш народ всегда в каждой семье имел наработанные правила, приёмы, общение с Божьими мирами. Просто вспомните это. Слава нашим предкам, слава родным богам. Я благодарю вас за встречу. Всего вам доброго. До новых встреч.